Мы подошли к финалу нашего сериала про вождя Арминия. Кратко пробежимся по основным событиям его жизни и завершим наше повествование. Арминия был старшим сыном, влиятельного вождя германского племени Херусков Сидимера. Будучи десятилетним мальчиком, он был отправлен в Римскую империю в качестве заложника, вместе со своим братом Флавом. Это произошло после того, как его племя было разбито и подчинено римлянами в 8 году до н.э. Получив хорошее образование, Армений поступил на службу в Римскую армию, где командовал вспомогательной кавалерией, набранной из воинов его родного племени Херусков. В 7 году он прибыл на родину, находясь в армии Квинтилия Вара. Армений становится одним из лидеров восстания против римской оккупации. И в 9 году, руководяя отрядами восставших, одерживает победу в битве в Тевтобурском лесу. После этого происходит еще ряд битв, в которых Армения сражается с переменным успехом. Но в итоге римляне прекращают боевые действия, и Херусские и их союзники получают свободу. Армений начинает борьбу с царем маркоманов Марабодом из-за торгового пути и одерживает вверх. При этом он уничтожает оппозицию в родном племени, возглавляемую дядей Ингвиумером. Все эти события мы довольно подробно описали в наших фильмах. Вернемся к тому моменту, когда Армений отдаял Марабода и достиг максимального могущества в своей жизни. Итак, в 18 году Армений получает огромную долю от взаимаемых пошлин с торговцев Янтарюр. Именно в этот период он сосредотачивает в своих руках максимальную власть и решается на провозглашение себя царем, равным Марабоду. Он ставит себя выше Совета вождей и заставляет их признать его верховную власть. То есть теперь он не один из вождей, которому Совет дает особые полномочия на время войны, а царь, то есть высший правитель в государстве. Совет теперь выполняет рекомендательную функцию, но не управляет царем. Армения начинает укреплять свою власть и делает попытки создать свое государство в германских землях. Опирается он на свою дружину, услуги которой щедро оплачивает за счет сборов скупцов Янтарем. Помимо этого есть и другие доходы, но существенную долю для пополнения казны дает именно Янтарь. В родоплеменном обществе идея о создании государства с царем во главе многие вожди и общинники восприняли, мягко говоря, холодно. Они поддерживали Армения, пока он вел войны за их освобождение от римской власти и налогов. А тот он возжелал загнать их под налоговый гнет, но уже в свою пользу. То есть пока Армений громил войска Римской империи и подчинял царство Марабода, за ним шла основная масса населения, видя в нем защитника старых традиций и родоплеменного образа жизни. А когда он сам возжелал стать царем, многие от него отвернулись. Конечно, Армения мысла прогрессивно и в целом правильно. Создание государства позволяло иметь более сильную централизованную власть с постоянным воинским контингентом, который обеспечивал порядок в подконтрольных землях и, значит, относительный мир и торговлю. Ведь все родоплеменные образования постоянно практически непрерывно воюют друг с другом. Сильная власть надала бы самое главное – мир. Но привыкшим к войнам и наживе на войне, общинникам эта идея казалась чуждой. И особенно им не хотелось платить налоги. Однозначно Армения поддерживала часть вождей и его личная дружина. Ставка на торговый гентарный путь, сделанный Арменией, была очень рискованной. И, как говорится, где тонко, там и рвется. В 19-м году Катуальда поднимает восстание против Армении и Марабода, которые на тот момент были союзниками. Он ведет армию гатонов на Марабода, о чем мы рассказывали в прошлом фильме. К нему присоединяются Лангобарды и Семноны. Они искали свою выгоду от торгового пути и посчитали, что делиться с кем бы то ни было не в их интересах. Наверняка в этот момент что-то происходило в земных хирузгах. И изменники знали, что Армений не поможет Марабоду. Вероятно, Армений гасил бунт в племени хирузгах и среди своих союзников. О чем нет никаких данных, лишь расклывчатое упоминание Тацита о том, что Армений вел борьбу с мятежниками с переменным успехом. Послушайте его. Анналы, книга 2, абзац 88. Впрочем, претендуя после ухода римлян и изгнания Марабода на царский престол, Армений столкнулся со свободолюбием соплеменников. Подвергшись с их стороны преследованию, он сражался с переменным успехом. Судя по всему, у хирузгов началась очередная гражданская война. И поначалу успех сопутствовал Армению. Но после того, как Катуальдо взял под контроль течение реки Эльба, со всей янтарной торговлей нела у Армении резко ухудшились. В одночасье он лишился дохода от торговли. Платить дружинникам и подкупать вождей стало нечем. Армения попала в крайне сложную ситуацию. Он прогласился царем, а подтвердить свой статус, условно скажем, деньгами, он уже не мог. Армения был не из тех людей, которые легко сдаются. Гражданская война у хирузгов продолжалась с 19-го года по 21-й. Наверняка там было много интересных событий, но Тацетт про это почти еще не пишет. Однако в аналог в самом конце второй книги он напоминает, что вождь Хаттов от Гандестрий направил в римский сенат письмо, в котором попросил выдать ему яд для отравления Армении. Но император Тиберий повелел передать ему, что римский народ отмщает врагам, не прибегая к обману, и нет тайными средствами, но открыто и силой оружия. Из этого сообщения видно следующее. Хаты были союзниками Армении в его войнах, но когда Армения провозгласилась над царем, именно они, видимо, возглавили оппозицию и выступили против него. Чуть позже приведем еще одно доказательство в пользу этой версии. Также у нас возник вопрос, а зачем вождь Хаттов просит яд у сената Рима? Что, он не мог найти яд без римлян? Конечно мог. Видимо, от Гандестрий пытался выторговать у империи какие-то дары или льготы для своего племени, если он совершит убийство Армении. Но римляне отказали ему под довольно надуманным предлогом. Почему? Разве им это было невыгодно? В конце этого фильма мы дадим ответ на этот вопрос. Достаточно долго Армений без денег на одном своем авторитете смог продержаться у власти, но этого оказалось мало. Можно только предположить, что, видимо, терпя поражение, Армения был предан своим окружениям и убит. Тацет написал, что пал Армении от коварства своих приближенных. То есть он погиб не в бою, а в ходе заговора. Оружейники и приближенные вожди устали от затяжной войны, не приносящие ничего, кроме разорения. Смерть Армении приходится на 21-й год нашей эры. Тацет в аналах, книга 2-я, абзац 88-й, написал такую вот эпитафию. Это был бесспорно освободитель Германии, который выступил против римского народа не в пору его младенчества, как другие цари и вожди, но в пору высшего расцвета его могущества. И хотя терпел иногда поражение, но не был побежден в войне. 37 лет он прожил, 12 держал в своих руках власть, у варварских племен его воспевают и по сейчас. Греческие аналы его не знают, так как их восхищает только свое. Римские уделяют ему меньше внимания, чем он заслуживает, ибо, превознося старину, мы недостаточно любопытны к недавнему прошлому. Все верно, Тацет. Иногда говорят, что Армения слишком рано начала объединять германцев в государство. Тут спорный вопрос. Если бы ему удалось удержать и развивать торговый путь, то ему хватило бы средств для создания государства и борьбы с обязательно появившейся оппозицией. Ведь Маработу удалось создать свое государство? А почему бы это не сделать Армению, имея те же ресурсы? Но история пошла своим чередом, а Армения стала ее частью. Собственно, и государство Маработу также рухнуло, не сумев найти достойного царя на Маркоманский престол. Это мы описывали в прошлом фильме. Убив Армения, знать и руссков надеялось, что ситуация сама собой рассосется. Ушел главный нарушитель спокойствия, и теперь-то они заживут во благе. Им было плевать, что Армения сумела объединить разрозненные племенные рода в сильный союз, который мог решать стоящие перед племенами общие задачи. Знать развалило этот союз. Каждое племя стало жить так, как желает само. Хируски думали уйти от решения сложных проблем, и как сразу засунуть голову в песок, выставив попец по ветру, затаив надежду на счастливую жизнь. Счастье было недолгим. Военный потенциал племени хирусков был подорван. Союзники рассеяны. В том же году, когда убили Армения, соседи хаты напали на хирусков и захватили часть их земель. Не просто разграбили, а именно захватили. Если взять карту и посмотреть, где земли хатов, а где земли хирусков, то очевидно, что для вторжения хатам требовалось пройти земли трех племен. А что это значит? Видимо, эти племена также присоединились к хатам для нападения на сородичьей Армении. При этом хируски лишились части своих земель. Их заселили хаты. Видимо, все же эти земли заселили союзники хатов. А что стало с другими союзниками Армении? Ну, например, сигамбры уже через несколько лет после смерти Армении служили в воспомогательных частях римской армии и участвовали в войнах против его врагов. Хаты создали речную флотилию и стали грабить земли римской Галии. В ответ на это римский флот вошел в Рейн и нанес германцам поражение. А потом еще легионеры совершили карательный рейд в земли варваров. Союз племен, созданный Армением, полностью распался. Но это уже другая история. Вот так бывает, когда общество скатывается в гражданскую войну, раскалывается на части, и каждый начинает думать только сам о себе. Племехи руссков не погибло. Смута у них продолжалась до 1947 года, целых 26 лет. Когда, собрав в конце концов совет вождей, хируски решили звать, править имя единственного выжившего представителя знатного рода. Это был сын брата Армении, Флава. Флав всю жизнь прослужил римлянам, и его сын стал полноправным римским аристократом. Отец назвал его Италиком, подчеркивая свою лояльность империи. Правил Италики русскими недолго. Поднялась в очередной раз оппозиция, и, выиграв одну битву, он был вынужден бежать к лангобардам. С их помощью он снова взял власть среди хирусков, но потом пропадает из исторических родик. Хируски захерели и уже более никогда не поднимались среди других германских племен. В 330 году они вошли в союз племен, называемых Саксы. Часть хирусков присоединилась позже к Франкам и Алиманам. Хотелось бы еще немного рассказать вам об Армении, чтобы более полно раскрыть перед вами образ этого человека. Разберем личную жизнь Армении. Как правило, такие неугомонные личности, как Армении, имеют много женщин, а женятся по расчету. Но Армении и здесь отличился. В германских землях он познакомился с девушкой Туснельдой. Они понравились друг другу. Ее отцом был Сегест, один из хирургских вождей. Он был в оппозиционной группировке к Армению. К тому же девушка была обещана другому мужчине. И Сегест ожидаемо отказал сватовству Армению. Когда было это сватовство, неизвестно, но, видимо, в 2014 году. Поняв, что Сегест ни за что не даст согласия на брак, Армении выкрал Туснельду и сбежал с ней. Причем подчеркну, что девушка была совсем не против этого побега. Армении, видимо, полюбил эту девушку, так как решился уж на очень дерзкий поступок с похищением дочери у вождя, который враждебен ему. Если бы он заключал политический брак, то брал бы дочь союзного вождя для укрепления дружеских связей. А тут явно, что дело не в браке по расчету. Видимо, это любовь. После он лично отправился с дарами к Сегесту и хотел сыграть свадьбу по германскому обычаю. То есть он пришел к своему врагу без охраны с дарами и все это ради девушки. Армении мог бы этого не делать, а оставить Туснельду на правах любовницы. При этом именно союз с Сегестом ему особо был не нужен. Но Армении подвергает себя совершенно неоправданному риску и попадает в плен к Сегесту. Через какое-то время Армению удалось сбежать. Но пока Армении сидел в заключении, Сегест выкрал Туснельду, которая была уже беременна. Армении поднял своих сторонников на войну с Сегестом и малыми силами осадил его городок. Но на помощь к Сегесту пришел германик с римскими войсками и Армении отступил. Туснельда стала добычей римы. Тацит прямо пишет, что она любила своего мужа и поддерживала его политические взгляды. Она родила в плену сына, которого назвала, подчеркнем это, германским именем Тумелек. Когда германик проводил триумф в Риме в честь побед над германцами, то он в качестве трофея ввел в цепях Туснельду и Тумелика. При этом ее отец Сегест наблюдал за этим изложить для почетных гостей. После этого Сегест получил в управлении небольшую территорию в Римской империи на левой стороне Рейна, а его дочь и внук остались в почетном арабстве. Но Тумелек была какая-то тяжелая судьба, и историк Тацит обещал ее описать, но не сделал этого. Туснельда прожила жизнь, будучи служанкой в каком-то богатом римском доме в городе Равлино. При этом Армении так и не женился за семь лет, хотя это было ему крайне необходимо для заключения политического союза с каким-нибудь влиятельным родом или племенем, особенно в последние годы смуты. Это, конечно, не значит, что у него не было женщин, но вот достойных стать женой не нашлось. Видимо, он до последнего надеялся вызволить из плена Туснельду и своего сына. Вот такая вот любовная линия в судьбе Армении. Киноделам и любителям романов на заметку. Тут есть где развернутся драматургии. А самое интересное во всей этой истории, так это то, что мы не знаем, как звали Армения на самом деле. Армения – это латинское прозвище или произношение германского имени. Так, Флав носил имя, означающее на латыни «светловолосый». То есть это прозвище, а не настоящее германское имя. Так что реальное имя Армения могло сильно отличаться от того, к которому мы привыкли. Те, кто изучает древнегерманскую религию, фольклор, легенды и тому подобное, обратите внимание на личности Армения. И вполне возможно, лично вы найдете те сказания, которые передают нам историю Армения с точки зрения германцев, а не римлян. Тацит прямо написал, что даже в его время, спустя почти 100 лет со смерти Армения, варвары воспевают его деяния. Значит, устные предания и эпосы были. Эти сказания могли смешивать судьбы разных вождей в одну, наберя за базу наиболее интересную судьбу. Возможно, наш труд по реконструкции жизни и воин Армения поможет вам сделать это открытие. Дерзайте! Ну и напоследок, еще немного рассуждения про Армения и не только. При изучении материала у нас возник вопрос, а почему римляне не восстановили торговлю янтарем по Эльбе после уничтожения Армения? Очевидно, что римлянам янтарь и другие товары из германских земель были нужны. Они починили германские племена батавов, фризов, хавков, которые как раз обеспечили транзит янтаря с полуострова Ютландия. Данный путь был более сложным, чем движение по Эльбе. Торговый флот шел вдоль их земель и заходил в Рейн, но постепенно добыча янтаря стала перемещаться на Балтийское побережье. А с Балтийского побережья торговый путь через Рейн становился еще более долгим. Подчеркнем, что торговля в античности, да и сейчас, выгодна, когда она идет по воде, будь то река, озеро, море или океан, из-за более низких затрат на перемещение. Янтарь с Балтийского побережья экономически выгодно было везти по реке Эльба. Римляне создали для этого марионеточное царство Марабода. Но он усилился до того, что стал реальной угрозой для империи. А после того, как на этот торговый путь наложил лапу Армении, римляне всерьез задумались о целесообразности организации транзитной торговли в этом регионе. Так как вокруг торгового пути стали собираться в единую силу разрозненные германские племена. А это было опасно уже для самого государства. И тут уж интересы торгашей отошли на второй план. В прошлом нашем фильме и в начале этого мы, рассуждая о Катуальде, говорили, что он пытался отбить торговый путь от Армении и восстановить торговлю. Это одна из версий. Но вполне может быть, что ситуация была еще более хитрой и запутанной. Римляне, поняв, что торговый и янтарный путь угрожает их доминированию в этом регионе, послали Катуальда с целью не восстановить, а уничтожить его. Возможно, его использовали в темную, обещая поддержку, а сами кинули в последний момент, и он не смог удержать власть. После этого все германские племена переругались друг с другом. Янтарная торговля по Эльбе прекратилась. Видимо, заработал торговый путь по Рейну, но он был менее прибыльный. Римляне стали искать решение этой проблемы. Мы видим, что империя прокладывает обходной путь, идущий сухим путем, что приводит к удорожанию транзита, но отодвигает возможную точку консолидации варваров подальше от границ империи. Между ними и Рейном образуется огромная буферная зона из разрозненных племен. Пройдет еще чуть более 100 лет, и германские племена снова сумеют создать сильный союз племен, угрожающий Римской империи, и разразятся маркоманские войны. И еще обратим внимание на племена, которые будут одними из лидеров великого переселения народов. Бургунды, лангобарды, вандалы, квады, маркоманы. Все они так или иначе находились рядом или непосредственно контролировали торговлю янтарем по великому янтарному пути. Все они обогащались и усиливались от этой торговли. И мы выдадим гипотезу, что этот торговый путь был не последним фактором, влиявшим на успех этих племен в период краха Западной Римской империи. Мы завершили наши фильмы про вождя Армении. Эта работа заняла более года. Римскую тематику на канале мы не оставим. Будем делать разборы разных новых интересных тем. Но не только Древний Рим является сферой наших интересов. Ждите новые видео про македонцев и греков, а также про другие народы Древнего мира. В цикле фильмов про Армению мы сделали ряд ошибок. Благодарные зрители в комментариях подсказали нам об этом. Поэтому мы сделаем небольшой разбор этих ошибок. Тогда работу будем считать завершенной. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok